приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы до прошлого года в нашем регионе а это юг одесской области в украине на растениях инжира не было вредителей мы гордились этим фактом и очень многие жители придунаве высаживали саженцы инжира самых разных садов у своих домов на дачах в садах течение мая и всего лета поливали деревца и собирали созревший урожай вкуснейших плодов вот и весь уход в теплое время года таким это было но в прошлом году в конце июня на листьях стали появляться странные рисунки с гусеничками в паутинах сразу я предполагала что это американская бабочка творит такое с листьями инжира вот она так видоизменилась и так вот поражает инжир ну а потом тщательно начала изучать этого вредителя оказалось что этот вредитель называется инжирная моля листовертка или инжировая огневка оба названия подходят этому злостному вредителю инжирная моля листовертка зимует в стадии куколки под кустарниками инжира откуда она к нам прилетела да скорее всего с посылками от продавцов саженцев или же с тропическими фруктами как обычно сейчас бывает одним словом мигрировала огневка из мест массового выращивания инжира в наш благодатный край бессарабию в прошлом году июнь был прохладным и массовый лед вредителя пришелся на конец июля начало августа часть урожая была потеряна и все из-за того что имеющаяся информация интернете и рекламные видео продавцов саженцев и забиловала только одними преимуществами у инжира нет вредителей и болезней именно о вредителях и болезнях этого ценнейшего растения винете почти ничего не было поэтому мне пришлось долго искать фото описание вредителей и найти виновников повреждения листьев и плодов и об этом в прошлом году летом я сняла видео и поместила его на своем канале чтобы любители инжира знали о том что у инжира есть вредители и не один после дождей на молодых листьях инжира любят также селиться и мучнистые червецы есть и другие вредители но вот этих белоснежных вредителей я увидела также на инжире уже в этом году и есть другие вредители которых я думаю пока я их не вижу но когда только появится я буду обязательно об этом рассказывать но давайте вернемся к инжировой огневки в этом году в середине мая я увидела лед нескольких бабочек инжировой огневки бабочки серенькие чем-то похожи на бабочек картофельной моли так как в мае было прохладно то бабочек было очень мало а июнь выдался горячим месяцем похожим на август в нашем регионе с дневными горячими от 32 до 38 градусов тени видимо в это время и началась откладка яиц и от рождения гусениц первого поколения увидев днем лед уже десятка сереньких бабочек у инжира я обработала растения биопрепаратами с карада м это было 17 июня но у соседей инжирные кусты никто не обрабатывал и здесь почти на каждом молодом листе поселились огневки очень они любят именно вот эти молодые нежные листики молодые гусеницы первого и второго возраста в начале питаются на нижней стороне листа вот соскабливая его мякоть причем молодые и взрослые гусеницы скрыты паутиным сплетением под которым они проводят свою вольготную жизнь затем уже подросшие гусеницы это уже гусеницы 3 и 4 возрастов переходят на верхнюю сторону листа где продолжают свое развитие до окукливания гусеницы имеют 5 периодов роста они очень подвижны и хорошо ползают и при опасности быстро спускаются на паутине на нижние листья где и скрываются и бабочки очень внимательны если видят опасность прячутся сразу под листик мне приходилось стоять у кустов инжира и долго довольно таки наблюдать что здесь летает и тогда я увидела что как раз в мае месяце в июне когда первые бабочки начали летать вот эти огневки не рассчитывали что и в их укромный для них райский уголок кто-то придет тем более они не ожидали что я буду их снимать для видео но увидев приближение моих рук гусенички вдруг быстро начали убегать шустрые такие а как вспомню что часть плодов прошлого года они испортили испортили мне все моего восхищения их изобретательностью в быстром перемещении по листьям и в том что они прячутся удачно вот это все восхищение пропадает ведь благодаря этим красивым гусеничкам в кавычках страдают и сами растения инжира они вот эти огневки выедают верху верхнюю мякоть листа остается только кожица и жилки листа в результате чего дырявые листья портят не только вид прекрасный вид растения но и нарушают самый главный процесс фотосинтеза кстати в период своего развития одна вот такая гусеничка вот эта маленькая такая гусеничка способна повредить от четырех до пяти листьев и кроме того повреждает еще и плоды вырезаясь в их мякоть или соскабливая еще зеленую кожицу поврежденные плоды загнивают и опадают а также некоторые остаются но когда их снимаешь с кустика они очень невкусные жесткие горькие закончил питание взрослая гусеница выбирает неповрежденный или мало поврежденный лист сгибают его край скрипив вместо сгиба паутинкой а внутри сгиба сплетает плотный паутинный кокон белого цвета и в нем окукливается куколка бывает обычно темно-коричневого цвета длиной от 6 до 7 миллиметров стадия куколки длится 10-12 дней в зависимости от температуры воздуха в течение года инжировая огневка дает три поколения лед бабочек второго поколения обычно наблюдается во второй третьей декадах июня а лед третьего поколения в первой декаде августа вот это было как раз в прошлом году а в этом году массовый лед начнется как раз когда начнут поспевать плоды второго урожая инжира а это будет вторая половина июля да и в некоторых сортов как раз вторая половина июля это уже созревание начнется и в некоторых сортов первую первый урожай чтобы обезопасить свои растения инжира с поспевающими плодами первого урожая и формирующимися плодами второго урожая мы уже проводим вторую обработку инжира биопрепаратами и эти биопрепараты называется скарада м причем в этот раз обрабатываем и соседские растения инжира хозяева дали добро нельзя оставлять в целости и невредимыми инкубаторы огневки на молодых соседских инжирах поэтому вечером готовим раствор для этого приглашаю на помощь снова же скарада м биосин инсектицид причем здесь два разных вида бактерии сейчас по 50 миллилитров в 5 литрах в одном ведерке 5 литров и в другом разведу по 50 миллилитров этого препарата за полчаса до обработки для того чтобы они размножились проснулись и начинали работать но и сюда же в бак добавлю еще очень один важный препарат полчаса прошло и вот ведрах скарада м два вида бактерий они уже готовы к тому чтобы поселиться на листья на ветви инжира и к этим препаратам еще добавлю приготовленный раствор как раз гаупсина я его здесь вот именно третий залив но не добавляю сюда никаких дополнительных ни сахара ни дрожжей они должны здесь как раз совместно скарада и гаупсина бактерии совместно хорошо поработать и не превалировать друг на другом поэтому вот такой раствор по 5 литров скарада м разведенные два вида и 2 литра гаупсина все это сейчас помещается в бак и будет проводиться обработка инжирной огневки которые очень быстро размножаются и готова вот из соседнего инжира перебраться на наши инжиры кроме обработки био инсектицидами скарада м двух видов которые нанесли сокрушительный удар по инжировым огневкам и мучнистым червецам нужны будут еще обработки против грибковых заболеваний но частично в этот раз мы добавили в раствор гаупсин он частично сработал но вот эта тема обработок против болезней тема другого видео в конечном итоге как и в плодовом саду на инжировых кустах нужны будут еще несколько обработок против вредителей и против грибковых заболеваний поэтому нужно готовиться каждому обладателю инжира к тому что нужно будет защищать свои любимые растения мы используем био инсектициды скарада м нынче есть много других биопрепаратов в специализированных магазинах супермаркетах важно чтобы эти препараты были свежими и рекомендованное количество препаратов увеличиваете минимум на 25 а лучше на 50 процентов и за несколько часов до обработки разводите в воде температуру воздуха для того чтобы как раз вот эти бактерии как можно больше развелись и так своими открытиями при выращивании инжира поделились авторы канала раиса горяченко и александр волик защита инжира от вредителей и болезней важные агроприемы для получения весомого урожая вкусных и ценных плодов думаю что преграды в виде вредителей и болезней не остановят садоводов от выращивания инжира не отчаивайтесь обрабатывайте инжир биопрепаратами именно эти препараты безопасны и наиболее эффективны в борьбе с огневкой ведь эти вредители имеют длительный период развития и химией сложно добиться эффективного результата и надо ли отравлять ценные плоды и растения чтобы потом плоды есть с химией вопрос остается открытым на этом сегодня у нас все до новых встреч в новых видео горяченко